Всем привет! В эфире Универ Ньюз, студия Адель Шамилова. Сегодня в выпуске. Times Higher Education включил КФУ в рейтинг лучших вузов Евразии. Ректор КФУ принял участие в нефтегазовом форуме. Об ученым Казанского университета снимут фильм. Специализированная выставка «Нефть, газ, нефтехимия» начала свою работу в рамках Татарстанского нефтегазового форума. С подробностями ее работы вас познакомит наш корреспондент. Татарстанский нефтегазохимический форум начал свою работу 4 сентября. Площадкой для проведения мероприятия традиционно стала Казанская ярмарка. В мероприятии приняли участие президент Республики Татарстан Рустам Мениханов, ректор Казанского университета Альшат Гафуров и представители федеральных органов власти. В своем приветственном слове глава республики обратил внимание слушателей на многообразие состоявшегося форума. Здесь много экспозиций, много будет встреч, контактов. Я хотел пожелать, чтобы наш форум прошел также плодотворно. И самое главное, сегодняшний форум посвящен 75-летию начала промышленной добычи нефти в нашей республике. Это знаковые события. Данное мероприятие посетил ректор Казанского федерального университета и директора институтов вуза на специализированной выставке нефти, газ, нефтехимия. Представители КФУ лично пообщались с сотрудниками крупнейших компаний, которые не первый год являются надежными партнерами Казанского федерального университета. Вы знаете, на этих выставках в последние годы мы выставляемся с партнерами, как правило. То есть не делаем свою конкретную выставку, а потому что это намного выгоднее получается, намного интереснее. Это действительно демонстрация реальной работы с нашими партнерами. В этом году это малая компания. Малая компания у нас в России, это отрастание порядка 30 малых компаний. Практически со всеми мы работаем в разных масштабах. Мы работаем. Глубокое впечатление осталось у меня. После выставки, после конференции я с проректором детально обсудим дальнейшее сотрудничество с Казанским университетом. Мы найдем пути. Целью выставки является продвижение новых технологий и оборудования на предприятия нефтяной и химической отрасли Поволжского региона, расширение межрегионального и международного делового сотрудничества, содействие развитию научного потенциала и отраслевых научных программ. Также на площадках Казанской ярмарки работают пленарные заседания, дискуссии и многое другое. Работа форума продлится до 6 сентября включительно. Аделья Шамилова, Владимир Нелюбин, Универ Ньюс. На треть дня с 29 по 31 августа Казань стала местом концентрации передовых мыслей и идей, посвященных развитию системы высшего образования в мире. О том, как же проходил саммит передовых научных исследований Times Higher Education, смотри далее. Саммит передовых научных исследований Times Higher Education прошел с 29 по 31 августа в стенах Казанского федерального университета, который состоялся при поддержке Агентства инвестиционного развития Республики Тарсан. На площадке саммита собралось 334 участника из 20 стран мира, 147 иностранных участников, именитых ученых и специалистов в различных областях науки. По отзывам многочисленных участников, то есть у нас форум получился. Во-первых, приехали очень известные ученые, причем из университетов, с которыми мы хотели начать работать. ТИЧИ, ведущий мировое издание и аналитический центр, который более полувека специализируется на изучении и освещении вопросов развития высшего образования во всем мире. Саммит ТИЧИ стал местом встречи с влиятельными международными учреждениями и компаниями и дал прекрасную возможность познакомиться, перенять опыт и поделиться собственным видением будущего развития науки и экономики. Среди основных проблем, которые обсуждены, во время панельных дискуссий саммита и в его ключевых докладах роль высшего образования как локомотива регионального развития, глобальное влияние научных исследований мирового уровня, будущее медицинского образования, проблемы и перспективы университетов в условиях четвертой промышленной революции. Для нас важна сегодня роль университетов в связке с субъектами. Субъекты – это один из таких базовых партнеров для каждого университета, который может обеспечить движение. В рамках саммита британским изданием Times High Education был опубликован первый рейтинг евразийского региона. В нем ранжируются вузы 16 государств, включая Россию, Казахстан, Азербайджан, Иран, Турцию и другие страны. В общей сложности в рейтинг, охватывающий 16 стран, попали 27 российских университетов. Казанский федеральный университет занял 10 место, а по российским вузам разместился на 6 месте. Индикаторы евразийского рейтинга полностью соответствуют индикаторам общего рейтинга ТИЧИ. Преподавание, исследование, цитирование, международное взаимодействие, доход от производственной деятельности. Стоит отметить, что на данный момент происходит поступательное продвижение Казанского университета в авторитетных международных рейтингах университетов. Если посмотрите на выбранные нами приоритетные направления, то должен сказать, что все они глубоко междисциплинарны, то есть они дают работу всем предметным областям, физикам, химикам, математикам. В то же время они отвечают на глобальные вызовы и в то же время они отвечают на те проблемы, которые существуют в нашей стране и, соответственно, в нашей республике. Казанский университет, собрав вокруг себя единомышленников, в очередной раз доказал не только наличие великого прошлого, но и подтвердил не менее великое будущее, громко заявив о себе на весь мир. Диана Шилова, Владимир Нелюбин, Леонард Аблитяров, Универньюз. Об ученом Казанского университета Василий Флоринском снимут фильм. Для сбора материалов в КФУ приехали члены Русского географического общества. Подробнее в следующем сюжете. Представители Русского географического сообщества посетили Казанский федеральный университет. Визит в КФУ организован в рамках экспедиции по следам Флоринского на колесах Багги. В ходе своей экспедиции мы посещаем города, начиная от Москвы, посетили место рождения Флоринского, это село Фроловское Владимирской области, далее Казань, далее Екатеринбург, Омск, Новосибирск, Томск, всего около 4000 километров. Василий Флоринский – российский врач и археолог, один из инициаторов открытия Сибирского, ныне Томского государственного университета, а также профессор Казанского университета по кафедре акушерства и гинекологии. Цель экспедиции – создание документального фильма об ученом Василии Флоринском. По ходу движения мы собираем материал о жизни и научной деятельности этого ученого Флоринского. Поэтому материалы, которые мы здесь найдем, увидим, это также будет использовано во время фильма. В рамках визита в Казанский федеральный университет гости посетили музей истории и отдел редких рукописей КФУ. Там гостям представили книги из личной библиотеки Василия Флоринского. Артем Тупичкин, Ленар Довлетеров, Универньюз. Первокурсникам Елабужского института Казанского федерального университета в торжественной атмосфере вручили студенческие билеты. Чем запомнился этот день, расскажет наш корреспондент. По традиции ярко и зажигательно встретили студентов-первокурсников в Елабужском институте КФУ. Ребята-активисты дали старт мероприятию шуточным интерактивам, а также провели перекличку факультетов. Поприветствовала первокурсников директор Елабужского института КФУ Елена Мерзон. Мы очень надеемся, что многие из вас, большинство из вас не изменили своей мечте и поступили в тот самый университет, о котором мечтали. И будете учиться для того, чтобы стать профессионалом именно в том деле, о котором думаете, с которым связываете свою жизнь, свою карьеру, свою судьбу. Из рук Елены Мерзон студенческие билеты получили первокурсники, показавшие наилучшие результаты при сдаче выпускных и вступительных экзаменов. Я поступила на факультет математики и естественных наук. И первый день, много народу, удивительное издание. И очень хочется уже начать учиться. Я хочу хорошо учиться, добросовестно, чтобы стать хорошим педагогом в будущем. Впечатления сегодняшнего дня, не знаю, это все так волнительно, но мне очень понравилось то, что старшеклассники, старшекурсники, прошу прощения, подготовили для нас такое мероприятие. Адель Шамилова, Сирена Иванова, Денис Сипаилов, Универ Ньюс. На этом все на сегодня. Не забывайте следить за нами в социальных сетях, чтобы быть в курсе всех последних событий. До новых встреч. Субтитры создавал DimaTorzok